Несмотря на то, что международная акция называется «Ночь музеев», в своей двери культурные учреждения города открыли в полдень. Перед посетителями стоял выбор, куда пойти и что посмотреть. Основная тема в этом году – столетие революции 1917 года. Музей, картинные галереи, центры дизайна и выставочные залы, в арсенале которых есть тематические экспонаты, подготовили образовательные программы. Кроме того, 2017 год в России – это год экологии, поэтому ряд площадок посвятили защите окружающей среды. Это дальневосточный леомарк. Не кружочки, а у тигра полосочки. Самую масштабную программу «Ночи музеев» подготовил Приморский музей имени Арсеньева. Посетители ждали новые выставки и интеллектуальные игры для детей и взрослых. Мы, честно говоря, не ожидали, что здесь будет так интересно. Мы просто решили ребенку показать музей имени Арсеньева. И в удобное время мы увидели ярмарку и вот зашли, а оказалось, что здесь для такого маленького ребенка, трехлетнего, очень есть много чего интересного. И поэтому мы уже очень сильно задержались. Мы планировали, что просто обзорно пройдем, покажем ей, а ей очень нравится. Лизунья – счастье от корабля. А костюмы? И костюмы мне еще понравились. Древних людей, да? Древних людей. В рамках этой мировой акции дали и старт сезону городских пешеходных экскурсий. Директор музея Виктор Шалай лично провел горожан по лабиринтам китайской миллионки, показал Владивосток глазами Элеоноры Прей и рассказал легенды улицы Алиутской. Нет, нет, он стоял бы здесь. А уже ближе к вечеру в главном корпусе музея Арсеньева приморцы увидели впервые экспозиции под названием «Коллекционируя Россию, пермские боги, Ленин, образ вождя и древнее поселение Черепаха-13». А последний археолог Максим Якупов рассказал, что уникальный экспонат из тысячелетней истории нашли во время раскопок в окрестностях Владивостока два года назад. В чем ее уникальность? Она показывает весь комплекс жизни древнего человека на одном поселении. Мы, проводя раскопки, вскрыли больше 7 тысяч квадратных метров площади, практически все поселение и получили массу всевозможной информации, которая нам полностью дает представление о жизни человека в Железном веке. По словам научного сотрудника музея, на месте поселения нашли 26 погребений с останками 36 человек. Это мужчины и женщины разных возрастов. Для Приморья это очень уникально, так как костяных находок того времени практически нет. Станислав участвовал в этих раскопках, но даже его, кандидата исторических наук, поразило количество, а главное – качество найденных экспонатов. «До этого считалось, что янковская культура, в принципе, мы про нее все знаем. Здесь получилось так, что нам пришлось участвовать в этих раскопках, и мы открыли довольно много интересных, неизвестных до этого вещей, те же самые погребения, какие-то части материальной культуры, остатки, большое количество костей и диких, и домашних животных, что дает возможность все заново реконструировать жизнь тех людей того времени». Полученный археологический материал позволил выделить четыре этапа заселения территории – «Поздний неолит», «Эпоха бронзы», «Ранний железный век» и «Средневековье». «То, что эта находка, она, как сказал экскурсовод, она не типична для Приморья, связана именно с нашими почвами, а здесь вот такие условия природные образовались, что смогли откопать целое поселение и сложить целую картину о жизни людей, которые жили на данной территории. Вот это, конечно, впечатляет». «Поразительно, конечно же, что сохранились настолько древние экспонаты, кости. Вот, как сказал сам экскурсовод, что это большая редкость на самом деле, потому что в условиях такого климата, который вот в Приморье, это все очень быстро обычно разлагается. А здесь можно посмотреть на это. Я завидую этим археологам, которые это делали, потому что они это живое видели». В рамках «Ночи музеев» для всеобщего обозрения выставили лишь малую долю того, что удалось раскопать. На самом деле археологи нашли свыше 60 тысяч уникальных вещей. Сейчас они проходят процесс реставрации. Возможно, в скором времени пополнят экспозицию. Увидеть новую выставку музея Арсеньева можно будет еще в течение нескольких месяцев. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.